Вместо реальной помощи лишь пустые обещания и отписки. И так уже долгих пять лет. Именно столько времени, как реман Шихгасанов, борется за то, что ему положено по праву. В 2012 году его дом в Дербенте полностью разрушил селевой поток. Но никакой компенсации от властей семья так и не получила. Сегодня они вынуждены снимать квартиру. Патимат Бурзеева встретилась с пострадавшими. Бумаги, бумаги и еще раз бумаги. Кажется, в них можно утонуть. Эти кипы обращений, жалоб и заявлений – печальное наследство оставшееся семье Шихгасановых вместо разрушенного стихии дома. Кому только мы не обращались, кому только мы не говорили, писали, никаких помощи нет. Вот что бумаги. Пожалуйста, смотрите. Вот-вот. Смотрите, эти бумаги, это все обещания, это все наши жалобы. Толку никакого нет. О том, дни или скорее ночи, они сегодня, спустя пять лет, вспоминают с ужасом. Как сильный дождь в одночасье затопило историческую часть Дербента, где они проживали. Мощный селевой поток сметал на своем пути припаркованные машины, полисадники, заборы. Меня просто мой сын таскал за руку. Мама, идем быстро, мама, быстро. Ели, ели, мы оттуда вышли. Тогда, в октябре 2012-го, было затоплено много домов. Но жилье Шихгасановых пострадало больше всего. Все дружно, весело жили. И вот тихийное бедствие разрушило наши и планы на будущее, и все. И сейчас мы еле сводим концы с концами. Комиссия МЧС и местные администрации констатировали – дом восстановлению не подлежит. Следовательно, государство должно было возместить материальный ущерб пострадавшей семье. Сказали, дадим за равноценную землю. До сегодняшнего дня я ни земли не видел. Сказали, можно будет возместить, если бы купать, строится ветхое жилье, квартиры, да? Думал бы определиться туда. И этот вопрос тоже остался нерешен. Пока шел сбор документов, администрация Дербента заключила договор с семьей об оплате за проживание на квартире. Но Шихгасановы никаких денег не получили. Жилье они до сих пор снимают на собственные средства. Продолжение следует... За это время, быть может, Кахриман с сыновьями и сам бы восстановил дом. Но теперь семья лишена и этой возможности. Через их участок проходит ливневая канализация. Бумаги, соответствующие, что земля принадлежит мне, проложили через мою территорию ливневку. И теперь я здесь ничего не могу не строить, ничего. Это уже не моя земля. Эта дочь как будто вместе с домом смыл и все их надежды на справедливость. Муж и жена за время ожидания борьбы получили лишь нервный стресс и кучу болезней. Я единственный дом, который в городе вот так понес. И я единственный, который остался без ничего, с этими долгами, которого нет. Смотрите на мою голову, смотрите. У меня муж полностью инвалидом стал. Я у меня болезнь. Я могу показать мои бумаги. Я не знаю уже, что делать. К довершению ко всем бедам, к Шахгастанову пришло уведомление о задолженности за дом. Дом, от которого остались одни развалины. За что вы мне прислали это? За что я должен платить? За то, что я проживаю? Я здесь не проживаю. У меня здесь ничего нету. Ничего не связывает меня уже с этим. Только одни воспоминания. За воспоминания надо платить. Да, выходит. Городской администрации не отрицают, что семье положена компенсация. Помощь со своей стороны они оказывают, но только юридическую. Но обещаниями сыт не будешь. Да и за квартиру семье надо платить ежемесячно. Уже в Гасановых нет денег даже на адвокатов. Какие силы бороться за справедливость дальше? Презван Грузиева, Гасан Байрамов. Время новостей. Дербент.